Жила-была мама-свинка и трое ее поросят. Три брата, одинакового роста, кругленькие, розовые, с одинаковыми веселыми хвостиками. Все лето поросята ковыркались в зеленой траве, грелись на солнышке, нежились в лужах. Но вот наступила осень. Однажды мама сказала, что пора бы им подумать о зиме. Она попросила их построить большой дом. Младший брат сказал, что до зимы еще далеко. Средний брат сказал, что когда нужно будет, он сам построит себе дом. А старший брат решил построить дом сам. Младшие и средние братья только и делали, что играли в свои поросячьи игры. С каждым днем становилось все холоднее и холоднее. Младший брат решил построить дом из соломы. Средний брат подумал, что в соломенном доме зимой будет очень холодно. Он решил построить дом из веток и прутьев. Уже к вечеру их дома были готовы. Они были очень горды собой и не могли нарадоваться своими постройками. Теперь они были свободны и могли делать все, что вздумается. Они решили пойти к старшему брату и посмотреть, какой дом он себе выстроил. Старший брат был занят постройкой. Он натаскал камней, намесил глины и не спеша строил себе надежный, прочный дом. Младшие братья застали своего старшего брата за работой. Они очень удивились тому, какую крепость он строит. Старший брат спокойно продолжал работать. Младшие и средние братья начали подшучивать и смеяться над его домом. Они так развеселились, что их виск и хрюканье разнеслись далеко по лужайке. Старший брат попросил быть тише, потому что их может услышать волк. Младшего и среднего братьев это еще больше развеселило. Они решили, что старший брат просто трус. И два храбрых братца пошли гулять. По дороге они пели и плясали, а когда вошли в лес, то так расшумелись, что разбудили волка, который спал под сосной. Недовольный и голодный волк пошел к тому месту, откуда доносились виск и хрюканье двух глупых поросят. Братья весело шли и говорили о том, как легко они расправятся с волком. И вдруг они увидели настоящего живого волка. Он стоял за большим деревом. У него были очень злые глаза и огромная зубастая пасть. Братья настолько сильно испугались, что их тонкие хвостики мелко-мелко задрожали. Волк приготовился к прыжку. Он щелкнул зубами и моргнул правым глазом. Поросята вдруг опомнились и, визжа на весь лес, бросились убегать. Поднимая тучи пыли, они неслись каждый к своему дому. Младший брат добежал до своей соломенной хижины и захлопнул дверь перед самым носом волка. Волк кричал и требовал открыть дверь. Младший брат от испуга не мог промолвить ни слова. Тогда волк начал дуть. Легкая крыша вмиг слетела из соломенного дома. Волк вздохнул еще глубже и дунул во второй раз. Соломенный дом разлетелся во все стороны. Волк обрадовался, щелкнул зубами и накинулся на младшего брата. Но поросенок ловко увернулся и бросился бежать. Он побежал к дому среднего брата. Братья успели запереться и испуганно поглядели друг на друга. Волк разозлился и принялся дуть. Дом немного покосился. Волк дунул второй, потом третий, потом четвертый раз. Но дом все еще стоял. Волк вздохнул еще глубже и дунул в пятый раз. Дом зашатался и развалился. Одна только дверь некоторое время стояла посреди развалин. В ужасе поросята бросились бежать к дому старшего брата. Волк побежал за ними. Он был уверен, что на этот раз поросята от него не убегут. Поросята быстро промчались мимо большой яблони, даже не задев ее. А волк не успел свернуть и налетел на яблоню, которая осыпала его яблоками. Одно твердое яблоко ударило ему между глаз. Большая шишка вскочила у волка на лбу. В это время младшие и средние братья успели забежать в дом к старшему брату и закрыли дверь на засов. Волк прибежал к двери, срычал и потребовал открыть дверь. Младшие братья были очень напуганы и не смогли сказать ни слова в ответ. А старший брат знал, что ему и братьям нечего бояться в прочном каменном доме. Тогда волк втянул в себя побольше воздуха и дунул как только мог. Насколько бы он ни дул, ни один камень не сдвинулся с места. И тут он поднял голову и заметил большую широкую трубу на крыше. Он осторожно влез на крышу и стал спускаться по трубе. Поросят услышали шорох. Старший брат сразу догадался, в чем дело. Он быстро бросился к котлу, в котором кипела вода, и сорвал с него крышку. Волк слез по трубе и упал прямо в котел. Глаза его вылезли на лоб с диким ревом, а шпаренный волк вылетел из трубы и бросился в лес. А три маленьких поросенка смотрели ему вслед и радовались, что они так ловко проучили злого разбойника. С тех пор братья и их мама стали жить вместе под одной крышей. Жили-были старичок и старушка в маленьком домике на краю леса. Все у них в жизни спорилось. Одного только не хватало. Не было у старичка и старушки детей. Попросил как-то старик испечь пряник в форме маленького человечка. Заглянула старуха в амбар, а муки почти не осталось. Взяла на миску, по коробу поскребла, по сусеку помела и набралось муки пригоршней сдве. Замесила старушка тесто на сметане и когда раскатывала на столе пряник, взяла да и сделала его в форме маленького человечка с ручками, с ножками, с головой. И поставила его в духовку. Через некоторое время старушка подошла посмотреть, пропекся ли пряник. Взяла его и положила на окошечко остудить. Остыл пряничный человечек, полежал-полежал, да вдруг встал и побежал со всех ног из дома. С окна на лавку, с лавки на пол, по полу да к дверям, перепрыгнул через порог на крыльцо, с крыльца на двор, со двора за ворота, дальше и дальше. Старушка позвала мужа, и оба они бросились вдогонку. Но не так-то просто поймать пряничного человечка. Вот уже добежал он до поля, где крестьяне молотили жито. Пробегая мимо, крикнул пряничный человечек им, что убежал уже и от старушки, и от старичка, и от них он тоже легко убежит. Услышали крестьяне такое, и побежали за ним вдогонку. Но как быстро они не бежали, догнать его не могли. Прибежал пряничный человечек на поле, где косцы косили траву. Пробегая мимо, крикнул он им, что убежал уже и от старушки, и от старичка, и от крестьян, и от них он тоже легко убежит. Не выдержали косцы таких насмешек. Все бросились за пряничным человечком, бегут со всех ног, а догнать не могут. А человечку навстречу корова идет. Он и ей закричал, что убежал уже и от старушки, и от старичка, и от крестьян, и от косцов, и от нее он тоже легко убежит. Разозлилась корова и тоже за пряничным человечком бросилась, только догнать не может. А ему навстречу свинья. Человечек закричал, что убежал уже и от старушки, и от старичка, и от крестьян, и от косцов, и от коровы, и от нее он тоже легко убежит. Завизжала свинья и вдогонку кинулась, только догнать не может. Слишком толстая она была. Бежит пряничный человечек по дороге, а навстречу ему заяц. Сказал человечек, что убежал уже и от старушки, и от старичка, и от крестьян, и от косцов, и от коровы, и от свиньи, и от него он тоже легко убежит. Услыхал заяц такое и побежал вдогонку. Не может и он догнать никак человечка, только заяц его и видел. Бежит пряничный человечек, а навстречу ему волк. Я тебя съем, говорит. А человечек ответил ему, что убежал уже и от старушки, и от старичка, и от крестьян, и от косцов, и от коровы, и от свиньи, и от зайца, и от него он тоже легко убежит. Зарычал волк и кинулся на пряничного человечка, а тот увильнул и побежал, что есть мочи, только волк его и видел. Бежит пряничный человечек, а навстречу ему огромный медведь. Не испугался его человечек, а закричал, что убежал уже и от старушки, и от старичка, и от крестьян, и от косцов, и от коровы, и от свиньи, и от зайца, и от волка, и от него он тоже легко убежит. Топнул ногой свирепый медведь и побежал за ним вдогонку. Но медведь был слишком медленным, чтобы догнать быстрого пряничного человечка. Бежит, бежит пряничный человечек, а навстречу ему лиса. Лиса была очень хитрая, но человечек этого не знал. Поэтому он по привычке и начал кричать, что убежал уже и от старушки, и от старичка, и от крестьян, и от косцов, и от коровы, и от свиньи, и от зайца, и от волка, и от медведя. Значит, и от нее он тоже легко убежит. Дослушала лиса до конца и сказала, что она совсем стара стала, ничего не услышала. Подошла поближе к человечку и попросила его повторить. Послушался ее глупенький пряничный человечек и начал заново хвастаться. Дослушала лиса до конца и сказала, что все равно ничего не расслышала. Лиса подошла еще ближе к человечку и попросила его повторить снова. Согласился пряничный человечек, и только он начал заново, как лиса накинулась на него и съела. И больше пряничный человечек уже не хвастался. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...